Себастьян Франциско де Мирандо Родригес Себастьян Франциско де Мирандо Родригес В течение всей жизни Франциско де Мирандо записывал свои самые важные события в личных дневниках. Доклады гостей из Венесуэлы и выставка, посвященная предсече латиноамериканской независимости, наглядно представили период его пребывания в России. Мы потратили много времени и усилий на то, чтобы тщательно изучить и проанализировать этот период, 11 месяцев, который Мирандо пробыл на территории Российской империи. Чтобы потом переработать эту информацию и обеспечить более легкое восприятие всей его жизни на территории России, надо отметить, что его дневники, его записи содержат очень много информации о культурной жизни общества, которое существовало в то время, всякие другие данные, которые мы тоже систематизировали. И нам показалось также, что ваш Санкт-Петербургский государственный университет – это отличная площадка, отличное пространство для того, чтобы поговорить на эти темы. Дневник Франциско де Мирандо – это свидетельство связи России с Венесуэлой. Отношения стали завязываться еще в Российской империи, но в советское время на долгие годы прерывались. Сегодня они бурно развиваются. Но так ли активно сотрудничество в сфере образования? Перспективы развития сферы образования, увы, не самые хорошие. По двум причинам. Во-первых, все-таки далеко и стоит больших денег. Из России в Венесуэл едут студентов немного. Венесуэльцев сюда едут чуть побольше, благо есть стипендии российского правительства. У нас есть одна серьезная проблема – это проблема языка. Приезжающие сюда в Венесуэльцы, конечно, не знают, в большинстве, русский язык, да и многие из приезжающих недостаточно хорошо английский знают, поэтому учиться им сложно. 266 лет со дня рождения Франциска де Миранды, 230 лет с момента его прибытия в Российскую империю и 200 лет со дня его ухода из жизни. В честь этих трех дат посольство Венесуэлы подарило из ПБГу портрет Франциска де Миранды и книги, посвященные его жизни. Арина Куприянова, Владимир Лушин, телеканал МОСТ.